доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые наши видео слушатели и в предыдущем видео я обещал пробежаться по всем методикам которые мы сами изготавливаем и соответственно поставляем вам как специалистам в области психологии и вообще людям интересующимся интересующимися человеком о человеке наукам от человека социологии психологии философии и так далее и тому подобным вещам и давайте перейдем к разделу качественные методики нажмем на эту кнопочку и вот окажемся у меня она уже открыта окажемся вот на такой странице это бланковые качественные патопсихологические методики здесь их всего у нас лаборатории 34 штуки не больше и не меньше здесь представлены все методики которым можно пользоваться в реалиях нашего российского менталитета общества социума мира как угодно можно это назвать соответственно первыми здесь идут таблицы шульте затем красно-черная таблица горбова корректурная проба бурдона кольца ландольта счет покрепили ну отсчитывание и моя гордость ориентировочно-поисковая реакция имеется ввиду что это диагностика внимания вот эти самые первые семь методик нацелено на одно на изучение одной из высших психических функций а именно активного внимания вы помните уважаемые коллеги что у нас есть низшие психические функции как то ощущение восприятия и значит начинается все с внимание это первая самая одна из основных и важнейших психических функций это активное внимание бывает два вида внимания пассивное и активное внимание иногда в американской литературе встречается такой термин который мне крайне не нравится но я был в свое время заинтересован увлеченным так называемая значит осознанная внимательность американцы англоязычные страны любят пользоваться этим термином у нас в российской науке в патопсихологической науке речь говорится и ведется об активном внимании и соответственно представленные 7 методик здесь представлены буквально все методики которыми можно пользоваться других методик они существуют но я их в говоря не знаю это методики посвященные активного внимания раздел диагностика памяти содержит соответственно четыре методики и их не больше и не меньше других методиках методик я не знаю и не приемлю вернее я знаю попытки симулировать диагностику внимание памяти вернее но пользуемся мы в нашей лаборатории на протяжении более 20 лет только вот этими четырьмя методиками и это в общем то вполне достаточно для всего для изучения памяти еще извините надо сказать о пиктограммах тоже методика нацелена на изучение внимание отчасти да но в большей степени все-таки это диагностика мышления соответственно диагностика памяти это такая методика как запоминание 10 слов запоминание 12 предметов карточка одна единственная оригинальная я вам как-то уже и показывал в одних из своих предыдущих видео методика воспроизведения рассказов и опосредованное запоминание по леонтию люблю и обожаю эту методику ставлю ее больше всего люблю при пиктограммы но подчас бывает что запова посреданное запоминание по леонтию люблю эту методику не меньше чем пиктограммы отлично работающая методика уникальный стимульный материал очень интересный и прекрасно она себя зарекомендовала но а говоря о методике 10 слов 12 предметов я лично всегда начинаю свое эпик экспериментально психологическое исследование индивидуальное очное всегда начинаю или с отсчитывания из ста по 7 листа по 3 а далее перехожу к методикам запоминание 10 слов или 12 предметов это основа основ начала начал об ово как говорится далее идет раздел диагностика мышления я сейчас просто пробегусь по всем этим методикам дальнейших видео буду останавливаться более подробно на каждой конкретной из этих методик соответственно далее идет мышление и самая основная главная методика для меня это методика пиктограммы исключение я у меня вспирает грудь от воздуха когда я думаю об этой методике и все методики абсолютно работающие надо просто иметь правильный стимульный материал не гадать не брать разные разную фигню из интернета надо иметь оригинальный стимульный материал по этим методикам в частности по исключением предметом по исключение лишнего слова классификации вот три основных методиками на мышление с ними вы никогда не будете в пролете мимо как-то выстрелите вы всегда попадете в цели четко продиагностируете любое нарушение мышления и сможете соотнести это и с мкб-10 и с там сожмуровым и с снежневским соотнести какие-то нарушения мышления используя эти методики соотнести их с клинической патопсихологии медицинской психологии психиатрии так далее никогда не ударите в грязь лицом это методики еще раз повторюсь пиктограммы исключение предметов по звегарник 19 карточек исключение лишнего слова супер методика когда вот это промахивается классификация предметов это вообще атомная бомба отечественной российской советской патопсихологии без нее нельзя работать ни в коем случае методика существенные признаки простые аналогии сложные аналогии сравнение понятия ассоциативный эксперимент с его модификациями супер методика и с интересной истории предыстории создания развитие этой методики модификации нашей модификации ну и классический собственно ассоциативный эксперимент у нас тоже имеется в Мы им активно пользуемся. Обожаемая мною методика, волшебная методика, просто как Дэвид Копертфильд, это 60 слов. Методика противоположности, без нее никуда и никак, она присутствует в каждом патопсихологическом исследовании. Установление последней последовательности событий, дороговастенько она немножко у нас стоит, она имеет сложный стимульный материал. Мы изготавливаем все наши методики типографским способом, с высокой степенью качества. И вот надо бы ее сделать подешевле, но дорого берет типография за изготовление вот этих 4-5 картинок по этой методике. Цветные они, с определенным качеством печати должны они быть. Методика Эббингауза, все о ней наверняка наслышаны, она вообще вне конкуренции. Пословицы, метафоры и фразы соотношения. Пословицы, метафоры и фраз, отлично зарекомендовавшая себя патопсихологическая методика, направленная на изучение качества мыслительной деятельности, операционной стороны мыслительной деятельности. Объяснение сюжетных картин. Олига без этого ну никак, Эпи без этого никак. Клипец, обучающий эксперимент. Это лучшее, что вообще можно придумать в плане какого-то обучающего эксперимента. Это она одна буквально такая методика, есть еще одна методика, даже две есть методики более простых в этом смысле, но они настолько примитивны, что мы там изготавливать нечего и предлагать вам на продажу. Они легко находятся в интернете. Я вас надеюсь заинтриговал и вы попробуете найти еще несколько обучающих экспериментов в интернете. Но основная и единственная методика на проверку вот именно обучающих способностей человека при олигофрении, это конечно клипец, обучающий эксперимент. Кубики коса у нас, обратите внимание, она вынесена в отдельную строку, как один из субтестов теста Векслера. Мы с вами поговорим еще о тесте Векслера, у меня есть несколько видео о нем. Но вот один из субтестов мы посчитали нужным вынести отдельно. Мы его поставляем отдельно, его люди активно покупают. Опять же изготовление этих кубиков коса требует определенных затрат, трудозатрат, заказа в мастерских специальных. Ну и поэтому методику, к сожалению, мы дешевле сделать не можем. Небольшую скидку сделать сможем, наверное. Далее, обожаемая мною любимейшая методика самооценка по дембору Бенштейна. Ее бланковый вариант, в предыдущем видео я рассказывал об ее автоматизированной версии. Ее можно и нужно применять обязательно. Можно ее делать на компьютере при определенных условиях. А можно купить бланковый вариант. Он не существенный по стимульному материалу, но тем не менее, как бы, интерпретации дорогого стоят, которые мы поставляем совместно с, собственно, отсутствием какого-либо стимульного материала. Главное в этом вопросе являются интерпретации. Далее идет под номером 30 тематические перцепции тест Мюррея. Фрустрационные реакции Розенцвейга. Обожаю эту методику. Работает хорошо очень в клинике. Почему-то ее очень любят психиатры. Не знаю почему, но сталкивался с этим неоднократно, причем с разными людьми. Тест Сонди. Сложный ассоциативный эксперимент. И Хэнд Тест. Супер Тест, который я постоянно и всегда использую в своей работе, когда хочу что-то узнать о человеке, поговорить с ним о его социальных каких-то ситуациях, взаимодействии с другими людьми и так далее. И так далее. Можно и нужно раскрутить с помощью этого теста любого человека. Равно как и другие проективные методики. В общем-то при определенном опыте специалисты хорошо с этим справляются. Ну вот это у нас были соответственно качественные методики. Так вот они выглядят на главной нашей странице. Кнопочка качественные методики. Заходите, переходите, изучайте. Обратите внимание, если мы нажмем на ссылочку, допустим, таблицы Шульте, мы попадем на страничку, в которой эта методика немножечко и описана. Можно посмотреть видео ей посвященное, опять же на нашем YouTube канале оно находится. И почитать какие-то особенности этих методик. И так буквально по каждой методике. Откроем, допустим, запоминание 10 слов. Тоже определенная информация присутствует. Но основная информация, конечно, в комплекте поставки с этой методикой. То есть тут идет стимульный материал, процедура проведения, инструкция, протокол и интерпретация. Что самое главное является для патопсихологических методик. На этом, наверное, все о качественных методиках. Мы еще будем неоднократно и десятки раз к ним возвращаться, к этим методикам. А в следующем видео я попробую показать вам количественные методики. Которые мы также предлагаем к приобретению. Здесь вот качественные, здесь количественные. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.